И причем была очень активна, откровенно, ксенофобская пропаганда с обеих сторон. Это важно указать. То есть, к примеру, на востоке Украины с большим подозрением относились к людям, которые просто в быту разговаривают по-украински, то есть это или приезжие, или шпионы. В свою очередь, на Западе, в том числе местные деятели культуры, издавали какие-то открытые письма о том, что необходимо ограничить в украине использование русского языка. Но необходимо подчеркнуть, что это была именно такая националистическая истерия, которая активно навязывалась сверху. Причем она была выгодна как власти, так и оппозиции. Из-за того, что это позволяло им активизировать их электорат, все-таки вызывать его на улицы и на выборы. И, по-моему, до позже, с теми истерия. Пропагандабетrieben, also in der Ostukraine hieß es dann, wenn jemand ukrainisch gesprochen hat, der sei Zugereister oder Spion, in der Westukraine gab es dann offene Briefe, dass die Nutzung der russischen Sprache eingeschränkt werden müsste, also beide Seiten sind da schuldig und man muss auch sagen, dass dieser Prozess von oben gesteuert wurde, also für die Machthaber war es günstig, genau mit diesen nationalistischen Xenophoben-Tendenzen eben ihre jeweiligen Wähler zu mobilisieren. Aber wenn wir zurückkehren zu Maitan zurückkehren, dann, in der Kampagne Ukraina-Beskuchma, eine bestimmte soziale Rhetorik hat, sie aktiv ist, also nicht kommunistische, sondern auch soziale Rhetorik hat, dass diese Rhetorik nicht nur не только демократия и борьбу с коррупцией, но и решение социальных проблем. Актуально? Нет, я говорю именно о 2004 году. Но в 2004 году было некую социальную реторику. То есть она была социальной, не в ультралевом смысле, но обещали не только либеральные лозунги о демократии и коррупции, но и социальные. То есть это и достойные зарплаты, это и гарантии для пенсионеров, для образования и так далее. Актуально? Да, и тогда же активно озвучивалась эта реторика о сближении Украины и Европы. Причем для большей части населения Украины сближение с Европой обозначает абсолютно не какое-то экономическое взаимодействие, тем более не военное. Это просто такая мечта о чистых улицах, о том, что в кране не отключают горячую воду, о том, что полицейские на улице тебя не избивают без причины и так далее. Актуально. Актуально. В принципе, это событие на Майдане, с одной стороны, это было определенное начало для украинского гражданского общества, то есть образовалось большое количество организаций, по большей части из либерального спектра. Но в то же время, через какое-то время, в массах случилось такое общее разочарование, потому что вот всех каких-то вечных изменений не произошло. И скоро пришел экономический кризис, хоть он был и не внутриукраинский, но общий европейский, но все равно ощущался. И в Украине тоже. И был такой очень большой период, в котором массы просто в Украине не выходили на улицы. То есть для Украины какая-то большая массовая и заметная демонстрация, это вот если на улицу вышло две или три сотни человек, это было уже заметно. Об этом сообщали СМИ и политики, они к этому прислушивались, из-за того, что это их удивлял. Ну, их удивлял сам факт выхода людей на улицу. Это было очень долго, в которой не было много, в которой не было больших демонстрациях, в которой 200-300 человек в Украине уже на улице что-то говорили о том, о том, что эти политики были очень серьезны. И что касается экономической политики, которую вела власть при Ющенко и Тимошенко, они пытались все-таки осуществить те рыночные реформы, которые так долго оттягивала Кучма. Но они также очень боялись этого делать. Но они не могли это делать, потому что власть была слишком слаба, она была разобщена, были конфликты и в самой власти, чем, разумеется, пользовался вернувшийся в украинскую политику Ермин. И, конечно, я могу вспомнить, что при Тимошенко, например, заметные акции левых, которые что-то изменили и влияли. Я говорю именно об ультралевых. Это были акции протеста против принятия Церудового кодекса, которые начались с 2008 года и идут по сей день. Они были инициированы небольшой группой из марксистов и анархистов, и они считались абсолютно утопичными. То есть никто не верил, что мы сможем остановить принятие этого закона. Но потом эта риторика нашла отзыв пусть не среди масок, но среди определенных профсоюзных организаций, среди политиков оппозиционных на то время, которые заговорили теми словами, которые, можно сказать, украли у ультралевых. И хоть наши акции были и малочисленными, но они обратили на себя внимание, и власть испугалась и так не приняла этот закон. И еще раз расскажу, потому что эта история продолжалась, и Клянукович. Ein Beispiel für erfolgreiche, linke Активitäten unter Тимошенко ist zum Beispiel, dass die Annahme des neuen Arbeitsrechtes verhindert wurde. Das hat 2006 begonnen und zieht sich eigentlich noch bis heute. 2008. 2008, entschuldige, 2008 begonnen, bis heute. Und das war aus marxistisch-анarchistischen Kreisen. Es waren nicht viele Leute, die auf der Straße waren, aber es fanden einen gewissen Widerhall, weil Gewerkschaften, Politiker aus der Opposition, die dann eben diese ultralinke Rhetorik teilweise auch übernommen haben, und die Machthaber haben sich nicht getraut, dieses Arbeitsrecht umzusetzen.